Биология утверждает, что эволюционно отвращение или брезгливость возникают для того, чтобы отвратить живое существо от поедания чего-нибудь непригодного к поеданию. Это наша реакция на ситуацию, когда перед носом оказывается нечто такое, что есть, не следует. Но, как и во многих случаях в обществе, биологически заданные предпосылки ставятся на службу неким совершенно новым целям. В теории стратификации одно из главных положений заключается в том, что задача любой элиты, любого высшего слоя заключается в том, чтобы в своих детях воспитать почти инстинктивное отвращение ко всему, что ассоциируется с слоями низшими. Такого же рода отвращение, какое вызывают совершенно непригодные, несъедобные вещи, которые можно найти у себя под ногами. Маленьких детей учат испытывать такую же брезгливость по отношению к всем, кто стоит в социальной лестнице ниже них, и, возможно, более сложные чувства, перемешивающие зависть и неодобрение по отношению к тем, кто стоит выше. Как это происходит? Когда мы описываем эти чувства, сравниваем, как они описываются в разных языках, мы с интересом обнаруживаем, что они очень часто описываются через категории, взятые откуда-то из области гастономии или из области вкуса, в смысле вкусов кулинарных. Есть безвкусная или пресная литература, есть слащавая литература, есть приторная литература. В самых разных языках европейских, и, что интересно, неевропейские востоковеды утверждают, что нечто подобное совершенно независимо возникает на Дальнем Востоке. Понятия, взятые из физиологической съедобности или гастрономической съедобности или несъедобности, переносятся как метафоры в описание самых широких отношений индивида с каким-то социальным окружением или с культурой. Можно ли на этом основании вывести более общую теорию классового вкуса или социального вкуса? Кажется, что некоторые вещи здесь довольно очевидны и, опять же, встречают чрезвычайно универсально. Например, хороший вкус, тот, который пытается всевозможные элиты привить своим детям, находится очень далеко от того, что мы можем назвать естественным вкусом. Попробуйте убедить пятилетнего ребенка, что зеленый чай — это вкусно. Попробуйте убедить пятилетнего ребенка, что нефакуративная живопись — это интересно. Наш хороший вкус, например, в алкоголе — это вкус, который прямо противоположен нормальному естественному детскому вкусу. Никакого сладкого, никаких пузырьков. При прочих равных белое лучше красного, потому что вкус красного более выраженный. Можно пить виски, желательно какой-нибудь островной с вкусом болота, настоящего торфа. Вот это то, что надо. Понятно, что этот вкус неестественный. Плохая музыка — это музыка, которую можно закакать козлом. Плохая книга — это книга, в которой принц на белом коне предскачет за серой мышкой или главный герой, разумеется, если это мужская версия, обязательном порядке принц, которым каждый хочет себя представить. Вот такая книжка, которая представляет собой простейшую форму социального самоудовлетворения — это как раз плохой вкус в литературе. В очень многих отношениях хороший вкус ассоциируется с неестественностью, с отказом от каких-то спонтанных вещей, которые способны нравиться большинству людей, а с выучкой, необходимой для того, чтобы привить его себе вопреки естественным человеческим побуждениям. В любом крупном музее можно наблюдать сцены вроде такой маленький мальчик куда-то тянет маму, а мама говорит ему, что еще 15 минут смотрим на Рембрандта, а потом я отведу тебя в рыцарский зал. Разумеется, рыцарский зал в Эрмитаже гораздо интереснее нормальному ребенку. Там чучело коней, там оружие, чем какие-то темные картины. Но мама знает лучше. Вот так вот устроено воспитание. Но Абертельес называет процесс этого подавления естественных реакций процессом цивилизации, утверждает. У Элеса в книжке, которая так и называется, рассказывается про то, как вот эти естественные спонтанные эффекты постепенно подавляются, замещаются, и способность к их подавлению превращается в символ социального статуса. И у тех, кто вполне социализирован таким образом, любые проявления альтернативных вкусов вызывают вот эту самую естественную брезгливость, как еда немытыми руками или что-нибудь еще, что почти спонтанно кажется нам настораживающим и отталкивающим. У Элеса есть книги по теории искусства, например, биография Моцарта, которая утверждает, что в сущности Моцарт или достижение гения любого рода не в том, чтобы внести какое-то новое духовное содержание, например, музыку, а в том, чтобы позволить людям испытывать те же чувства, которые люди попроще испытывают, просто заскакав козлом под простенькую мелодию, но на том уровне сублимации, на каком это считается приемлемым для данного общества. Кажется, что это хорошее объяснение, но оно явно не покрывает всего. Например, вся наша одежда более-менее неестественна. Как изменяется вкус в одежде? Как мы знаем, что некоторые сочетания цветов или что-то еще безвкусно? Вся наша архитектура, в общем, довольно неестественная вещь. Она очень далеко ушла от пещеры или от избушек. Как мы отличаем плохой вкус в архитектуре от хорошего вкуса в архитектуре? Немного генерализуя, мы можем сказать, что реакция более широкими аналогами естественности является ожидаемость. Когда нечто является ожидаемым, оно превращается в искусность. Очень сильно повлиявший на социологию литературовед и теоретик драмы Кеннет Берг, например, утверждал, что пошлость есть разновидность благочестия, имея в виду, что пошлость — это следование конвенции, это уважительное, свидетельное существующей конвенции. Это, например, используется самой очевидной и самой привлекательной метафорой для того, чтобы передать какое-то содержание. Но именно это ассоциируется для нас с плохим вкусом в искусстве. Другая книга про язык архитектуры постмодерна, женская, содержит замечательную сентенцию о том, что использовать в архитектуре метафору в лоб значит убить ее. Пример, который я украду у своего коллеги Вадима Басса. Самое худшее, что может сделать газовая компания в качестве выбора дизайна для своей штаб-квартиры, это обыграть огонек зажигалки, потому что это первая ассоциация, которая способна возникнуть в связи с газовым гигантом. И в этом смысле это непоправимый плохой выбор. Чем ожидаемее, тем хуже, чем логичнее, чем конвенциональнее, тем в целом хуже. А тем необычнее, эксцентричнее, экстравагантнее, тем лучше. Есть несколько направлений, в которых эти соображения развиваются. Ну, простая, тоже кажется, что кросс-культурная универсалья, элиты, и в особенности специфические культурные элиты, испытывают необычайную тягу ко всему экзотическому и космополитичному. Вещи, которые пересекают культурную границу, неожидаемы, потому что они существуют в нашем обычном культурном окружении, и поэтому они привлекательны. А некоторый космополитизм будет специфической чертой элит практически повсеместно. А когда мы движемся вглубь своего общества, здесь появляется интересное, очень интересное соображение Мэри Дуглас, которая утверждает, что и культура в целом, и субкультура внутри одного общества держатся по признаку, который называют решеточностью. Есть высокорешеточные, а есть низкорешеточные культуры. Высокорешеточная культура делит, как и все культуры, она делит индивидов на категории, группы на категории, любого рода объекты на категории, и приводит эти категории в соответствие друг с другом. Низкорешеточная культура каким-то образом размывает границы между этими категориями. Самое лучшее определение низкорешеточной культуры дал неизвестный американский генерал, который сказал, что современные ему кампусы дело происходит во время студенческой революции, полны юношами с длинными волосами и девушками с короткими. И это вот такой главный кошмар с точки зрения вышокорешеточной культуры. Все знают, что люди делятся на мужчин и женщин. Все знают, что девочки носят длинные волосы и заболевают их косы, а мальчики короткие. Когда все становится наоборот, это извращение какое-то. Здесь всегда появляется тема сексуальных извращений, которая сопутствует, разумеется. А элиты морально разложенные, элиты пренебрегают нашей спартанной нормальной правильностью. Хотя некоторая правильность не имеет под собой никаких особых биологических оснований, ничего, кроме конвенции. Ну, юбки или брюки. Можно представить себе мир, в котором, наоборот, брюки являются исключительно женской одеждой, а юбки совершенно недопустимы, а для мужчин допустимы и то, и другое. Ну, какого-то особого биологического основания для одного из припростений нашего или такого нет. Но уж если у нас сложилось так, значит, у нас будет так, значит, у нас будет полный порядок. Низкая решеточная культура каким-то образом растворяет или размывает границы подобных конвенций. Она говорит, она перемешивает категории, она делает вещи, которые раньше проводили четкую социальную границу, пусть будут мужчины или женщины, или какие-то разные социальные группы, а теперь эта граница размывается. И вот это вызывает спонтанное и часто очень моралистическое отвержение. В этом смысле у нас есть очень симметричные отношения. С одной стороны, находятся группы, обычно занимающие более благоприятное положение, которые считают всех, кто играет по правилам, кто придерживается конвенциями, скучными, нудными, банальными. И те, кто придерживается конвенции, которые подождительно смотрят на этих потенциальных извращенцев, у которых любят какую-то противоестественную живопись, противоестественную музыку, одевают ненормальную одежду, и мало ли еще что. А вот это такая нормальная поляризация, которая спонтанно возникает в разных обществах, но в наших она почти идеально ложится на хорошие социальные, в том числе классовые основания. Можно сделать еще один шаг дальше, попробовав пройти еще немножко дальше в этой самоусложнении, генерализации представления обосновок вкуса, и сказать, что самым главной формой ожиданий, которая существует в обществе, является ожидание в отношении ожиданий. Если мы берем плохую литературу, там, где принцы на белом коне, то ожидаемость возникает потому, что писатель, автор соответствующей книги, примерно знает, на какие кнопки нужно нажать, чтобы вызвать спонтанную реакцию в аудитории. А аудитория примерно знает, что автор книжки в соответствующей обложке будет нажимать на эти кнопки. Каждый из них обращается с другим более-менее как с механически предсказуемым объектом. Но что, если этот объект попробует добавить, вначале в качестве шутки или маленького метатрюка, какой-нибудь намек на то, что я знаю, что ты знаешь. Метатрюки очень древние вещи. Их находят чуть ли не в росписях древнеегипетских гробниц. Они точно распространены в какой-нибудь готической живописи в Европе. Например, рука персонажа, которая ложится на раму, нарисована снаружи рамы. Вот такое подмигивание, обращенное к читателю. Прямая коммуникация, когда предполагает, что история воспринимается не просто как историю, с которой у себя можно идентифицировать, а как разновидность послания, в которой вдруг автор проявляется и намекает на что-то зрителю, в которой он может намекать зрителю на ожидание зрителя в отношении автора, которая в конечном счете главной темой становится взаимодействие творца и аудитории напрямую. А история, если она вообще есть, оказывается просто материалом. Вот эта эволюция в искусстве, отличающая хорошее искусство от плохого искусства, имеет параллели в самых разных сферах. Когда мы берем символы классового статуса, то на место простых, ясных, конвенционально читаемых символов приходят полунамеки. Самый плохой вкус демонстрации богатства или классовой позиции — это вкус, заключающийся в однозначной демонстрации своего экономического достатка. «Золотая цепь» — это самая чудовищная форма достатка, которая возможна. Она категоризирует своего обладателя как находящегося где-то там в положении по рвеню самой низшего слоя среди богатых. Лучше. Чем менее выражено стремление что-то подемонстрировать, чем больше это сублимированный намек, тем, в целом, лучше. Новая мебель в этом смысле гораздо хуже старой. Вообще старые вещи гораздо лучше, чем новые, потому что, чтобы вещь была действительно старой и поношенной, она должна быть очень качественной. Плохая вещь просто разваливается. Поэтому самая лучшая мебель — это двухмековая мебель из дубов. Вот в этом мы можем быть уверены, что она могла задержаться только в жилище какого-нибудь настоящего аристократа и, главное, наследственного аристократа. Наши дисплеи богатства, как и дисплеи практически всего, они эволюционируют в эту сторону. В конечном счете, под воздействием такой эволюции оказывается сам вкус, потому что, продолжая эту логику, слишком хороший вкус — это тоже безвкусная вещь. Если мы демонстрируем слишком выдержанный вкус во всех отношениях, этот вкус становится нудным, педантичным, надуманным, наигранным и механическим. А что, если добавить в него какие-то элементы? В культурном потреблении западных обществ существует сильная тенденция к тому, чтобы возникало то, что называется всеядностью. Если еще в XIX или начале XX века элиты отличались от масс тем, что элиты потребляли хорошее искусство, то, что тогда считалось хорошим искусством, а массы потребляли что-то такое низколобое и простецкое, то теперь главное различие проходит между теми, кто потребляет какую-то специфическую жанровую продукцию, и теми, кто потребляет много и самый разный. При этом такой чистый снобизм, проявляющийся в том, что я отказываюсь читать что-нибудь, в чем есть сюжет, где есть какое-то подозрение, что это там будет принц, белый конь, и история не ведется от имени коня. Вот нет, я отказываюсь, никакого Джорджа Мартина не может быть в моей жизни. Это позиция, которая не ассоциируется с действительно элитарными группами. Элитарные группы будут впускать и принцев, и белых коней с некоторым количеством подмигиваний, с прочтением в стилистике так плохо, что уже хорошо, но в обязательном порядке не обследуя какой-то запрограммированной, фиксированной догме. Таким образом, интерактивные игры, в которые мы играем друг с другом, не прекратились. Но если раньше они были больше похожи на морской бой с ограниченным количеством ходов, которые можно сделать и относительно простыми стратегиями, то сегодня они превратились в шахматы, притем же в шахматы, от которого Гроссмейстера требуется знать не первые несколько десятков дебютов, последовательностью в пять ходов, но возможное развитие стратегий на протяжении всей игры, которая задействует 20 и больше ходов. Субтитры создавал DimaTorzok